Всем привет! Сегодня у нас 1 октября. Маму утром проводили. Время, конечно, летит просто, да, очень быстро. Поэтому я хочу сказать о том, что если вы что-то себе планируете, не откладывайте, пожалуйста. Реально, время просто вот так проходит. Месяц, год, десять дней, неважно. Это всё очень-очень-очень быстро. Сегодня крайний денёчек, когда мы на этой квартире находимся. Сейчас мы работаем, параллельно собираем вещички. Хорошо, что мы не всё разобрали. Вот, нам только самое основное нужно будет собрать. Ждём машину и переезжаем в другой район, поближе к центру. Но опять не на постоянное наше жильё, потому что на постоянном нашем жилье какой-то ремонт или что-то там поломалось, душевая кабина. В общем, я не знаю, что он там напридумывал. Но в итоге едем мы на его другую квартиру в этом же доме соседнем. В этом году в Анталии очень рано наступила осень. Вот, потому что мы купались на выходных в последний раз. Мама у меня ездила купаться всю неделю и говорит, что с каждым днём вода всё холоднее и холоднее. Но и температура тоже холоднее. То есть там днём 29 градусов, ночью 19-20. Вот, и температура воды потихонечку понижается. Поэтому мы очень надеемся, что на этих выходных нам удастся искупнуться. Но солнышко по-прежнему светит. Это всё-таки Турция. Здесь 300 плюс солнечных дней. Поэтому мы дорабатываем и ждём переезда. У нас вот уже главный собиральщик вещей намаялся, да, всё собрал. Молодец, пока мы работаем. В общем, ничего не поменялось. Больше вещей точно не стало. И меньше тоже. Вот. Всё собрали. Ждём, приедет хозяин. И, кстати, нам две мамы привезли вино. Одно из Питера. Вот это вот мне очень нравится. Но от него потом красный рот. Но оно с очень вкусным сливочно-клубничным таким послевкусием. И из Германии Рислинг. Офигеннейший. Вот. Поэтому переедем на новое жильё и отметим переезд вкусным заграничным вином. Всё. Остался часик. И за нами уже приедет машина. Как обычно, турецкие ребята любят делать всё тогда, когда им это удобно. Поэтому к нам уже приехал водитель. Хорошо, что мы заранее запаковали. Сейчас будем грузить вещи. И поедем. Всё. Мы стаскали все вещи. Ой, конечно, месси. Мы молодцы. Да, но если что-то забыли, не страшно, потому что переезжаем прям как-то дали. Надо укусить водителя. Так, давай. Забирай, что-то. Сейчас. Я ещё очень люблю турецких мужчин. Ну, в принципе, турецких людей. Потому что они, даже если ты не говоришь на русском, на английском, точнее, даже если они не говорят на русском и на английском, они всё равно будут говорить на турецком. И ты должен будешь как-то их понять. Ну да. У нас маленькие, привыкшие к путешествиям тоже. В общем, мы на новой квартире. Притаскали все вещи. Вот только что. В общем, тут все вещи. Такой вот коридорчик. Сейчас сделаю до и после. Это наша временная квартира. На 15 дней. Мы, конечно, немножечко в шоке. Потому что на фотках было всё чудесно. Из окон у нас был лес. Вот. А теперь здесь, видимо, делают дорогу. Вот. Вот это вот. Всё будет у нас пикать под окнами каждый день. Я не знаю, насколько это длительное занятие. Но тут ещё, если окно там более-менее нормальное, то вот тут вот, как раз где балкон, что-то они вот тут роют. Вот. Вон там наш лес. В общем, так-то всё, конечно, очень красиво и хорошо. Но у нас, как обычно, в Турции мы ещё смеялись, что я говорю, блин, у нас с тобой так всё было гладко вообще, да, там первое время. И без сучка, без задоринки, начиная со Стамбула, у нас вот сейчас какие-то... Ну вот слышите, да, какой-то звукан? Я сейчас попробую закрыть. Всё закрыть. По идее, у неё должны быть хорошие стеклопакеты, чтобы не было ничего слышно. С закрытыми окнами хорошо. Вот. Мы потом переезжаем в соседнюю квартиру. И, по идее, у неё как раз такие... Сейчас видно лес. Да, будет видно вот этот кусочек леса, который здесь был, пока здесь не сделали дорогу. Чё говорить? У нас нет вариантов уже. Мы можем, конечно, за 15 дней всё переиграть, что-то найти на Сахибиндоне, остаться на год, но на год мы не хотим. Короче, пока... Нет, всё нормально. В целом неплохо. Мы ещё посмотрим. Мы сейчас пока под впечатлением, так скажем, от переезда времени. Вот. И нам надо сейчас распаковать компы и работать. Ну, во-первых, мне нравится кухня. Она большая. Я люблю большую кухню. Очень нравится окно. У нас такое же окно было на кухне в Алане. Да, цветку нашему кочевнику-путешественнику. Путешественникам тоже хорошо. Маленький владельник мне не нравится. У Анура везде вот такие вот столы. В Демрово, когда были, тоже был такой стол. Он суперский, потому что мы вот так садимся с двух сторон. Это искусственные цветы? Твой любимый, да. Боже мой, надо избавиться от какой-нибудь шкаф. Кто любит искусственные цветы? Объясните мне, зачем? Я к чему? А, я про стол хотела сказать, про этот. Да, всё бы ничего, но на самом деле решают AirPods Pro, как я уже говорила в каких-то выпусках. Я думаю, что вот эти вот две девчоночки, симпатичненькие, я про них, нам сегодня вечером пригодятся. Ну и пофиг, что это красное и белое. Не, я шучу. Посмотрим, ладно. В общем, всё, надо сейчас садиться, подключаться к интернету, добомбить сегодня пятница. Рита ещё завтра работает. Смотри на экскаватор, смотри, экскаватор. Экскаватор. Вот эта вот квартира, в которой мы сейчас находимся, она на Airbnb стоит дороже в сутки, по-моему, на тысячу что ли рублей. Или на тысячу пациентную. Да, чем та, которая за стенкой. За стенка квартиры та, в которой мы будем жить. Они абсолютно зеркальные, но здесь есть прекрасный вид. Вот, поэтому дороже. Ну, а там вид на лес. Ну, так как сейчас идёт стройка, тут вид ещё не только прекрасный на прекрасное, но и вид не очень прекрасный на не очень прекрасное. В прошлый раз, на прошлой квартире, с которой только что уехали, у нас был самый лучший интернет за год жизни в Турции. Что я хочу сделать здесь, нам дал хозяин пароль от Wi-Fi. Я хочу подключить его на Mac. И посмотреть, какая скорость будет тут. Там, по-моему, было что-то у нас, по-моему, 30 мегабит или 40 мегабит. Ну, какие-то, в общем, заоблачные цифры. В Турции таких цифр нет. Это на загрузку, на выгрузку, там 2 или 3 мегабита не сильно много. Так, я на спинтесте. Смотрим, что у нас тут. Пинг 6. Да ладно, серьёзно? 129 мегабит. 137 мегабит. Подожди, нам же ещё важно, сколько будет аплод. Ну, блин, ребята, конечно, вообще просто. Он вбеливо был. Намберс. Ну, тихонечко-потихонечко-потихонечко-потихонечко-потихонечко-потихонечко. У нас такая была на загрузку. У нас 2 было. Ну, да, да. Короче, 10 мегабит, стабильняк. Класс. Есть жизнесправедливость всё-таки. Да. Всё, супер. Несмотря на то, что за окном стройка, интернет хороший. Интернет супер. Супер. Вот. Всё отлично. Супер. Бест. Пёс, в общем, прижился у нас на балконе. Конечно, красивый тут видочек. На закат. Стройка закончилась, наверное, часа два назад. Вот. Мы хотим заказать суши. Лайфхак. У нас есть приложение Emexip 5. И там не всегда всё на английском бывает. И не всегда есть картинки. Что-то написано на турецком. Иногда очень сложно понять. Но вы можете сделать всё же просто. Зайти в Яндекс-переводчик, в Гугл-переводчик или любой другой переводчик, которым вы пользуетесь. Нажать фото-перевод. Навести вот так вот. И вам... Прочитают, что в суше есть майонез. Зачем ты? Я забыла ещё кое-что сказать по поводу вообще, в принципе, Airbnb, хостов. Мы в прошлой квартире, в которой мы жили, показывали, что у хозяина, ну, просто вообще изобилие всего. Вилки, ложки. Не про посуду даже речь. Полотенце. Полотенце для рук там на кухне. Полотенце для рук в ванной. Какие-то вешалки, да, там, шкафы. В общем, ну, я не знаю. То, что ты приехал, ты можешь жить. Губки для посуды. Средства для мытья посуды. На этой квартире и доме, в котором мы жили в Демре, у Анура, минимализм от слова прям вообще минимализм. То есть нет ничего. Есть два полотенца. Сменных полотенец нет. Я думаю, что мы, когда приедем на квартиру, то... Там тоже ничего этого не будет. Мыло, средства для мытья посуды. Это есть, но это как бы вообще в таких минимальных количествах. Там минимум посуды. Там два ножа, две вилки. Там всё остальное. И к чему это я всё говорю? К тому, что когда ты кочуешь, вот так, да, там полгода там пожил, там, то есть, ну, месяц где-то там пожил в другом месте, у тебя волей-неволей набирается весь этот багаж, потому что вот как раз-таки мы сейчас приехали, то есть у нас это всё есть. Мы всё это возим с собой в этих чёрных пакетах. Вот. Но если кто-то приедет сюда даже на две недели, да, то есть элементарно там какие-то вещи, там тряпки, не знаю, вытереть столешницу или стол. Нет, моё мнение. Может, кому-то наоборот ок, что тут ничего нет. Типа пусто, не захламляет пространство. Ну, вот какой-то баланс между этим и тем, что было на той квартире, это вот прям оптимальный вариант, мне кажется. Мы везде объездим с проектором. К Xiaomi офигенный маленький проектор, переносной. Ну, как переносной, короче, маленький просто, не сильно большой. И все знают, что для проектора надо белую стилю. В итоге нам пришлось переставить диван сюда, потому что единственная белая стена здесь. Вот. Либо, ну, диван стоял здесь, да, то есть вот эта вот маленькая белая стена, но это вообще тут ни о чём. Вот так у нас закреплено. В общем, каждый раз, когда мы куда-то приезжаем, нам приходится вот так вот что-то изобретать, короче, велосипед. Да, в общем, сейчас ждём доставку. И будем смотреть, Кинчи, как обычно после переезда. Ну и выходные начались, и мы устали, мы ничего не хотим делать, хотим просто что-нибудь посмотреть и отдохнуть. В общем, мы уже ждём доставку целый час, больше, больше часа. Решили не ждать, ну, в смысле, ждать, но не терять время зря. Вот. Всё, у нас вино, такой замечательный красный стол местный. Там Netflix или что-нибудь. И вино, кстати, из Питера, антрикот, который, который поднялся слегкаю. Поэтому всем пока, увидимся завтра, покажем вам райончик. Ставьте лайки и подписывайтесь, комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комменты. Пока. Всем доброе утро. Привет. Мы погнали за байком и на пляж. Сейчас покажу окрестности. Вот. У нас тут. Был бы лес, да нет его. Был бы лес, да он просто был. Сейчас покажу, как финики растут на пальмах. Может кто-нибудь видел, конечно, но... Вот, короче. А вот такими гроздями гигантскими они зреют. Интересно, конечно. Вот. И потом их собирают. Ну, вот какие-то тут уже подупали. Мы крайний раз в этом районе. Я думаю, что мы, конечно же, приедем сюда ещё, возможно, на пляж. Вот. И на фуникулёр. Сто процентов. Сейчас заберём байк и поедем как раз-таки на пляж Сарису. Смотрим, что там с водой. Как я говорила уже, этот сезон почему-то заканчивается раньше. Вот. И уже гораздо холоднее. А вот стоит красавчик. Ага. Нагрелся, как следует. Ради? Мы тут снимаем денежки на квартиру. Мы уже говорили о том, что банкомат выдаёт деньги только меньше тысячи из комиссии. Вот. А нам надо за квартиру заплатить за полгода. Соответственно, мы в банкомат уже торчим минут 20. И света. Вот. Столько стоит квартира в Турции за полгода. Столько стоит. Ну, наша, по крайней мере. Я думаю, цены разные. От минимум до бесконечности. Да, да, да. Так что сейчас домой... Ой, кстати, дождик начался. Ну да. Сейчас домой придём и всё пересчитаем. Потому что он выдаёт ещё по пять, по десять. Не, на самом деле он выдаёт удобно. Но когда тебе нужна крупная сумма, это, конечно, не очень удобно. А так для жизни удобно. Да. Сейф. Сейф типа есть. Где самое... Это... Безопасное место под попу и водить. Ещё, мы с ласки. Ты тоже хочешь посидать, да? Сидеть. Сидеть. Молодец. Когда вы снимаете квартиру через тот же самый, например, Сахибинден, то у вас не включены ни айдаты, ни интернет, ничего. То есть вы платите за это сверх. Вот. Здесь у нас, получается, всё включено, потому что мы снимали через Airbnb. Я про стоимость в месяц хочу сказать, да? Что, возможно, это не самая дешёвая стоимость. 22 тысячи лир у нас получилось, стоит 6 месяцев. По текущему курсу 8,3 это в районе там 180 тысяч рублей. То есть в месяц получается 30 тысяч. Но не нужно забывать, что здесь очень дорогой интернет. Это лир. Да, ну там 3,600 лир и на 8,3. Да, сейчас зимой у нас курс по 10,11 лир. Да, то есть мы сейчас по очень выгодному курсу. По алкуту, да, 8,2 это очень выгодный курс. Поэтому можно очень круто сэкономить. Да. Вот. И это уже с учётом интернета, который здесь стоит минимум 90 лир в месяц. И айдат. Ну, то есть айдат там, не знаю, 50, 100 в месяц. Ну, наверное, 50, потому что-то помню. Ну да, ну просто ещё новый дом. Короче, ну, я думаю, что, ну и вода, и всё остальное, да. То есть там свет тоже по счётчикам в районе там у нас 80 лир получалось в месяц. Когда вы снимаете на Сахибиндоне, вы ещё должны заплатить, так, 100% это комиссия агентству, потому что без агента здесь незаконно, в общем, сдавать жильё, да, и вы можете обратиться только к агенту. То есть 100% комиссия агентству, 100% это залог обязательно. И в данный момент минимум то, что вы должны оплатить вперёд, это где-то 6 месяцев. Вот. То есть примерно на 8 ежемесячных оплат нужно рассчитывать, когда вы снимаете квартиру. Но 6 месяцев это минимум, потому что некоторые берут сразу за год. Вот. Я уже рассказывала, что непорядочные российские туристы делают ВНЖ, вот, и потом съезжают с квартиры, да. То есть хозяин рассчитывает на то, что вы у него будете снимать долго. На самом деле аренда поднялась. Я посмотрела тоже и на Сахибиндоне варианты, которые есть в районе берега. Сейчас стоит где-то около 6 тысяч лир, 1 плюс 1. Ну, это в 2 раза больше. Вот. Мы живём... Не помню, сколько километров, потом скажу. Не сильно близко, но, в общем, Актур-парк, если кто-то там знает, или можно на карте посмотреть, где парк аттракционов в Анталии, это единственное место. Вот недалеко от него мы живём. Поэтому мы сейчас отдаём за полгода, при этом мы делаем договор, что очень круто, нам не нужно жить год. Вот. И дальше посмотрим. Так что сейчас буду звонить хозяину и говорить, что он может забрать свою пачку прекрасных турецких денег. Мы приехали покушать веганскую нашу кафешку в одну из... Вот, мы здесь были в прошлом году и брали тут офигенные котлетки, но сейчас я их, кстати, не увидела. Надо, может, спросить. Ну, может быть. Кефте. Вот. Я хотела пельмени сделать. После маминых чебуреков. Вот. Заказали бургеры. У них уже в менюшке ничего нет, всё съели. Я бы сейчас думал кушать бургеры. Вот такая кафешечка на улице. Тут есть такой небольшой садик. И внутри есть немного мест. Ну, в общем, достаточно уютно, на самом деле. Так, вот калиточка. Кафешечка, калиточка. Бургерочки, чаёчки. Ну что, будем пробовать бургеры? Вообще, самые вкусные бургеры были у нас, мне кажется, я уже говорила. В даче. Ну, я ещё расскажу. В даче. Это недалеко от Мармориса. Ужасная была тётка, которая нас встретила в заведении. Но бургеры были просто супер. Это вот реально самые вкусные веканские бургеры были на свете. Эти мы пробовали и раз, но нам что-то не сильно понравилось. Сейчас попробуем ещё раз. Ну, там, молчание и долгое выживание. Угу. Мне везде не хватает солёного огурчика. А вот в даче был солёный огурчик. Ой, я думаю, они были лучшие. Не, так вкусно. Сливочный такой. Нормальный. И булка хорошая. Ну, самодельная, видно. Угу. Ну, да, это больше плюс, когда они сами делают хлеб. Угу. Ну, ничего, ладно. Лишь пяти. Давай десять. Семь. А, ха-ха. Ммм. Два шесть с половиной. Ммм. Хуже. Окей. Мы пришли в Мадо, и здесь мороженого просто дофига. Квататюрк парки. Очень-очень много сортов. Давай, в Тортовку. И Мадо очень симпатичный. У Литы мороженое с хурмой. Это хурма. Хурма. Хурма – это финик по-турецки. Да, хурма – это финик по-турецки. А это инжир. Это очень вкусно. Мороженое без сахара. Абсолютно очень натуральное. И это есть не во всех Мадо. Мы его очень долго искали. Даже в Стамбуле, кстати, не было. Вот тут и есть плюсик Анталии. А у меня вишня и орео. У меня с сахаром. И вишня, и орео. Но тоже очень вкусно. Милота. Вообще, кажется, в Анталии очень классно. Набережная набережная. Очень классно. Ну да. Есть велодорожки. Есть дорожки для бега. Мы уже, по-моему, тоже говорили об этом. Да, да, да. Уже рассказывали. А тут в Ататюрк-парке побольше всяких кафешек. Тут моречка сразу. Всякие прибрежные тоже кафешки симпатичненькие. Сейчас походим, посмотрим. Что тут я... Вот такая набережная. Симпатичная в Ататюрк-парке. Ещё, конечно, там горы и закат. Стараюсь камеру быстро не двигать. А там уже старый город. Тут ещё вот это вот всё. Вот отсюда. И вот туда, вот туда, вот туда. До старого города прям идёт парк. Нам нравится. Мне чем-то... Мы вот сейчас сюда на набережную зашли. Мне чем-то напомнило Клеопатру. В этой... В Алане. Но понятно, что на Клео нет столько лежаков. И всяких тут этих шезлонгов. Вот. Но кусочек вот этот вот как раз такой симпатичненький. Сейчас мы, может, где-нибудь даже присядем тут. Ну и закат это вообще бомба. Сейчас меркается. Включили огонёчки. Так симпатичненько становится. Уютно очень. Вот. Мы решили тусовкой. Снять там столом со скатерня. Очень красиво сидят. Клютые женщины. Белое вино. Со свечками, да. Со свечками. Да, очень красиво было. Мы их уже, правда, прошли. Ну вот. Короче, да. Тут прям такой морской вайп. Прикольный. Потом придём как-нибудь на эту набережную. Подписить. Тоже осень. Опадают листья. Где-то желтеет вот на клёне, например. Так что, не исключение. Да, набережная нам, парк вот этот нам очень понравился. Сейчас только что говорили о том, что очень круто, когда у тебя есть какая-то зеленуха. Не всё застроено отелями. То есть тут тоже есть отели, но они выше на горе. Вот. А здесь просто кафешки и зеленуха. Очень много людей отдыхают. Зелёные газоны. Местами, конечно, уже проплешины тут есть, но как бы ничего такого. В общем, очень крутой парк. Да, мы будем здесь проводить время. Тем более, что до дома нам 3 километра, по-моему. Вот как-то так. У нас тут, в общем, очередной вечерок субботний. Кто пробовал рислинг с креветками, тут знает, что это прям офигенная гастрономическая пара. Вот у нас, как обычно, проектор и замечательный, позитивный сериал «Американская история ужасов». Десятый сезон. Присаживайтесь. Вот. Ой, хорошо, что я это не засняла. Господи, сейчас я на паузу поставлю. Это. Хотела сказать, что мы, когда уезжали из Стамбула, точнее, нет, мы, когда к нам приезжали друзья, потом приехала мама, потом мы там с нотариусом, что-то с переездом, решили, что в субботу после переезда мы будем весь день дома, ничего не будем делать. Просто в 9 утра сегодня вышли из дома и только полдевятого вечера приехали. и вообще успели кучу дел переделать. Везде погуляли, везде поели. В общем, не получается дома сидеть. Тем более, сейчас погода хорошая и хочется купаться. Вот. Так что увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok